Привет, народ, еще рано утром, суббота, а мы такие непоседющие, мы уже решили поехать проведать один рывн, в котором мы еще никогда не были. Почитали в интернете, что есть самая рывн, и думаем, поедем, посмотрим, попробуйте. Летачечку, на улице еще, на камере, кстати, даже светлее, чем мы, жизнь. Сегодня еще парк поедем, ну, посмотрим, да, сейчас он собираемся. Поедем в район, называется Авижанеда, то есть мы сейчас в Бельграну, ну, на минут сорок, это в сторону того, как в Лаплату ехать, уже в пригороде. Что-то на Палермо мы почти приехали, там вход перекрытый, наверное, у нас сейчас-то суббота-осенний, бегуны, всякие бегают, и вот направо не пускает машина заезжать. Больше всего, что сегодня снова будут какие-нибудь бегуны. И вот за Рураль есть. Ну, там Рураль, и вот, что-то сюда не пускает, может за Рураль. Может, там какие выставки сейчас. Никакие, а сейчас же на Рураль идет, экспо-кампел. А, да? Ну, да, там же. А скоро будет экспо, этот, а скоро будет экспо, ну, песка-кампел, и вот это оружие, знаешь? А, ну, вот, надо тебе сходить. Вот уже через неделю где-то, через две недели. Алло, народ, я в этой Вижанеде из-за КПС-ки проехал неправильно, ну, то есть она мне сказала, поверите направо, когда уже проехал сто метров поворот. Вот, а теперь не знаю, как отсюда вообще выбраться. Райончик еще тот, конечно, просто радостный. Постараемся попасть на ту сторону этих речек, вонючек, каким-то образом. Офигеть, как интересно тут все. Так, надеюсь, тут я не контраману катаюсь. Да нет, вроде бы не контраману, то есть, в смысле не против движения. То, раз знаки сюда есть, я их вижу, значит, не против. А вот сейчас вот таким образом попробую развернуться. А то она показывала, еще чуть ли не дала платы теперь, чтобы развернуться теперь. Вот я вижу. Возьмите проверие на развязку. Спасибо. А было раньше. Ну, а мы все равно свое найдем сейчас. Готовьтесь, через 650 метров возьмите проверие. Я просто в этом месте еще вообще никогда не еду. В смысле, даже понятия не имею, где, ни чего, куда. Ну, это уж так. Когда катаюсь, всегда можно и прищепиться. Вот, прибыли к месту назначения. Ага. Теперь еще найти реально, где тут чего и где тут в машине останавливаться. На въезде платите 200 песо за стоянку и можно сказали, ребята, что вот туда. Вот ставите машину, где попало и идем лазить по павильонам. Я еще тут не был, так что посмотрим. Вот. Ну, ладно, полазим здесь немножко. Посмотрим, какой рынок. Ну, ладно, 100 ящиками продает, 100 килограммами. Ну, рынок есть рынок, то есть можно найти на все подряд. Какие-то шмотки здесь есть, и картошка, и, ну, одинком. Вот такой рынок, сейчас как толхозный рынок. Так, пока что купили ящик, вот такой ящик перца зеленый. 4 тысячи заплатили. Значит, что я вам скажу. Там просто не хотел тыкать камерой в глаза людям. В основном здесь вы не найдете ничего, чтобы купить по килограмму, по два, по три. Ящиками. Ящиками, мешками, типа картошка, мешок, ящик того, ящик того. Может быть, может быть, у некоторых рассыпано там по пять килограмм, по три, у какие-то кульки, что-то. И все. И весы можете увидеть у тех, кто специи продает. Все остальное ящиками. Так что, если вам надо там килограммами, по два, по три, идти на Меркада Централь. Здесь только так вот, паками, ящиками, мешками. Так, и за 4 500 вот такую огромную придется замораживать. 4 500, вот этот весь ящик. Чао, чао. Сипер, сейчас куплю лед. Да, сейчас. Компреешь ты? Это ящик. До próxima. Так, все, едем домой. Итак, мы купили перцы, купили, я вам показывала помидоры, чао-ча. Ну, такая стручковая фасоль. Потом я еще взяла, ой, где-то Леня здесь положил. Чеснок один взяла. Ну, много чеснока, куда я его буду брать. И зеленушку. Так, здесь у меня, Леня, пятачку сюда прямо поставила. Зеленого лука, вот столько я взяла много, на 300 песо. И три пакета свежего шпината на 600. Что еще хочу сказать, что сюда только с наличкой. Да, наличкой. То есть, никакие карточки, другие формы оплаты на этом рынке не проходят. Сейчас мы еще заедем в макро, и я хочу взять сыр. Так что все, едем в сторону дома. Но мы много не брали, во-первых, у нас места нет. Мы, вернее, мы много взяли. У нас места нет. И я имею в виду разнообразие. У нас еще пол морозилки грибов, и там еще мясо есть. Ну, короче, в общем, мы на разведку приехали. Как тебе, понравилось? Мне понравилось. Да, мы разведали. Пришел ящик, взял ящик. Ну, смотри, ящик, помидор. Здесь ящиками, то да, нормально. У нас уже, ну, если сравнить цены, то некоторые цены в 5-6 раз дешевле. Только ящиками, мешками, вот такими упаковками. Потому она называется Комбра Коммунитария. А на Меркадо Централь, там еще есть отдел, где, в принципе, ну, по килограммам взвешивали. Но там качество не очень. Тут все-таки ящик хороший высыпали, и все. А там они, знаешь... Мы находимся совсем в другом районе пригорода, уже Буэнос-Айреса, уже Висенте Лопес, совсем в другой стороне от Капиталь Федераля. Там мы были в Абжанейде. И приехали мы вот в этот магазин Макро. Это тоже Мажорист, то есть оптовик. Оптовый магазин. И периодически мы сюда приезжали раньше чаще, сейчас меньше. Но сегодня, так как побыли на рынке, теперь заехали в Макро. Тут уже надо купить какие-то другие вещи, которые там... Ну, я посмотрю, колбаску, сало, все-то там другие свои вещи. Тут вот дешевле. Тут вот такие поддоны, склады, видите, тут... Ну, в общем, тоже, если больше берешь товара, дешевле будет. Все зависит от количества купленного товара. Ну, и просто в некоторых вещах дешевле. В некоторых нет. Не все тут прямо так вот, что все дешевле. Овощи в основном мы тут не берем. Света где-то лазит там в этих красках, в шампунях. А я напрямую, прямо вот туда, в сторону колбасы. Ну, в общем, не буду каждый товар тыкать, сами разберетесь. Плюс, опять же, у нас цены меняются каждый день. Но сам магазин вот такого стиля. Видите, вот большущие стеллажи, стеллажи, стеллажи. Кто хочет, напишите мне в комментариях, там. Расскажу, как сюда доехать. Кому это интересно. Ну, что, скупились? Да. Это я поехала за сыром. Света хотела сырок купить. Вот так. Ну, я тоже, правда, прибрал. Так, я смотрите, вам быстренько расскажу. Здесь хорошее освещение. Так, Лему Десердо. Это называется... Как она? Ну, свинина. Свинина. Ну, в общем, такой... Спина. Ну, нет, Лень. Хамон. Не спина называется. Она по-другому называется. Спина. В общем, вы поняли. Я потом вам скажу, как она называется. Так, смотрите. 5 килограмм фасоли. 5 килограмм... Чечеви. Чечевицы. Да, 5 килограмм. Да. Затем рис. Рис вот такой вот. Росинтеграль. Кстати, все дешевле, чем на Супермарке. Да. Вот. Вот такой огромный сыр. Здесь получается 2 килограмма 600. Почти 3 килограмма. На 7500. Категрасс. Вот. Такое вот. Оливковое масло. Тоже намного дешевле получается. Где-то процентов на 40, чем в супермаркете. Взяла уксус. Рикотта. Это творог. Взяла 4 пачки. Творог по цене. Так. 990. Ну, тысячу песо за килограмм получается. Мы такую марку еще не брали. Не знаю. Новое посмотрим. 4 штуки взяла. Так. Ну, как-нибудь и так. Затем взяли один майонез. Набрала кучу всяких соусов. Филетто взяла. Потом нашу любимую помароля. Маслинки. Здесь килограмм кофе. Который я люблю. Это ты что-то взял? Я взял одно вино сегодня в субботу. Верня, взял вот такое вино сегодня в субботу. Последний. Да. Потом томатный сок. Там маслинки внизу. У меня все уже. Вот так все. Ну, да. В общем, смотрите. Я взял кусочек сала копченого. Дешевле, чем в супермаркете. Гораздо. Это взял один. Так как мы сила. Месяц точно не приедем. А что на такой закрученный. А мне такое нравится. Это копченое. Смотрите. Видите. Теперь я взял одно, которое оно стоит почти одинаково. Даже может, сырое может стоить даже и дороже. И сыр. Слава не сырое, а соленое. Ну, соленое. Я имею в виду. Соленое. У нас нету такого, чтобы без мяса. У нас вот это считается сало. То есть такая подчеревина. Или кашу. Ну, вот. Пансета с солято. Получается за килограмм 3-400. Да. Доллар у нас сейчас, кому интересно. Доллар у нас сейчас 500. В пятницу был. Сегодня суббота. 557 песо. Один доллар. И я взял для меня вот такие колбасы. Соленое. Ну что? Так. Затем всякие вот такие губки. Нам с Ником нравятся вот такие. Здесь 18 штук. Такие печеньки. Для упаковки взяла. Подержи, подними. Так. Два дезодоранта. Вот такой крем. Два. Две туалетные бумаги. Затем зубы этих. Нить. Зубная нить. Мыло. Всякие разные. Два таких. Два таких. Две зубных пасты. Мыло. Я таким. Мне нравится пользоваться. Хавон нейтром. Глитериновое нейтральное мыло. Ну, в принципе, все, да. Потом на кассе скажем, сколько у нас все это. Да. Теперь главный этап это пройти кассу. Потом скажем, сколько у нас все это получилось. Все. Погнали. На входе еще дали попробовать гамбургерсы такие. Подарили. Ну да, мы подарили. Я говорю, давайте пачек две, три. Хиба вот этой пачечкой можно что-то распробовать. Она сказала. Так, показываю чек на 69 тысяч 285 пес. А то мы забыли. Долларов. 69 тысяч это приблизительно 130 долларов. Вот так вот. Это то, что мы в макро купили. В общем, сегодня мы хакнули 100 тысяч пес. И теперь будем кушать перцы фаршированные чечевицы. Будем на этом жить. Все. Так что присылайте, приносите, привозите. И подписывайтесь. И подписывайтесь, да.